22 сентября – Всемирный день без автомобиля. В этот день всем автолюбителям предлагается хотя бы на 24 часа отказаться от своих транспортных средств, потребляющих топливо. Одна из альтернатив – велосипед, который стал популярен и среди жителей Нарьинмара. В суровых северных широтах обходиться без автотранспортных средств непросто. В том числе и летом, ведь оно у нас комаринное и не всегда теплое. Однако даже и в этих климатических условиях все популярнее становится велотранспорт. И плюсы здесь очевидны – жизнь в движении, экономия на заправке автомобиля и положительные эмоции. Мечта была все время. И постоянно каталась на велосипеде, но не в таких, конечно, объемах, километрах, количествах. Тут меня как-то торкнуло. Года четыре назад мне подарили велосипед на день рождения, такой именно, какой я хотела. Очень тщательно его выбирали. И, конечно же, там такой процесс пошел, который было не остановить. И у нас вот и велокросс ежегодный в сентябре проводится. Я тоже в нем участвую. Велокроссы в регионе становятся популярны. Традиционно в августе-сентябре группа активистов из Нинецкого округа покоряет все более дальние расстояния, доказывая себе и окружающим, что велоспорт – это здорово. Изначально я не планировала, что мы выйдем на такой уже масштабный уровень. И я просто каталась сама. Сама каталась по городу. Потом я поняла, что дистанция растет, а физической нагрузки я от этого не получаю. Решила усложнить задачу кататься по гравийной дороге, по песку. Ну и чтобы не было скучно ехать одной до красного, я решила собрать команду. Бросила клич, и люди отозвались. Но не всем близок такой вид хобби. Кому-то больше нравится комфортная городская инфраструктура, которая в заполярной столице еще только строится. На самом деле начал ездить на велосипеде достаточно плотно только в этом году. Проблем никаких нету. Водители аккуратно объезжают. Поэтому у нас в городе, я думаю, достаточно комфортно. Тем более сейчас делают новые, получается, велосипедные дорожки. Единственное, они не очень ровные. Наверное, лучше бы было, если бы были они асфальтированы, как, в принципе, проезжая часть. Тогда движение было бы гораздо приятнее. Я не считаю, что это велодорожки, потому что это брусчатка, по ним ехать, в принципе, неудобно. Велодорожка, я понимаю, что это какая-то прилегающая территория, идет от основной трассы, где мы можем наблюдать в других городах. Я не соблюдаю, честно скажу, не езжу по тротуарам, дабы не сбить пешеходов, а езжу по дороге четко по белой линии. А вот для таких, как Александр, наличие велодорожек в городе не принципиально. Ему по душе больше бездорожья. Велосипед он выбирал специально для этих целей – широкие шины, облегченная рама. Как раз-таки для нашей местности мне, как только они появились, начали там где-то в интернете проскальзывать футбайки, я загорелся. Тогда еще не было всяких разных китайских дешевых. Этот очень дорогой велосипед для меня. Удобно по лесу, по грязи, по пескам. По асфальту на нем почти не езжу. Ну, не нравится тут это ощущение. А по такой местности лесной, как у нас, в принципе, везде в городе Нарина, очень классно. Приятно видеть, что в выборе транспорта погодные условия не помеха для жителей Заполярья, потому что они думают о своем здоровье и экологии нашего региона. И хочется верить, что с каждым годом такая тенденция будет только расти. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин